Дамы и господа, приветствую меня, зовут Илья, и я достаю из широких штанин не менее, ну правда не широкий, а узкий, Sony Xperia 1, огромный, с вытянутым экраном, представленный на МВЦ в Барселоне. Весьма интересный телефон, и Валентин с ним гонял некоторое время, и, как мне кажется, отзывался о нем достаточно позитивно. Ты смотришь на него бомбически. И из второй широкой штанины я достаю Xperia 5, вот такого красного цвета, и не обольщайтесь, такой, скорее всего, на Руси продаваться не будет, у нас будет темно-синий и просто черный, ну просто потому, что у нас любят темные телефоны, а яркие по какой-то причине нет, хотя посмотрите, он действительно офигенный. Беспроводные наушники от Interstep, загибайте пальцы, Bluetooth 5.0 Low Energy, с ним наушники играют до 6 часов, далее новый аудиопроцессор 24 бита, в этой модели установлены два микрофона, а не один, как в прошлых моделях, а значит, будет кайф. Зарядный кейс позволит перезарядить наушники аж три раза, и суммарное время звучания составит 24 часа, хватит на сутки более чем достаточно, ссылка в описании. Помню те прекрасные времена, когда вместе с большим смартфоном Sony показывала еще и маленький, но такой же флагманский и назывались они, компакт, было здорово, и в принципе Xperia 5 это плюс-минус идей на такой же смартфон. Здесь у нас в Xperia 1 6,5 дюймов дисплей, здоровый, вытянутый, 21 к 9, здесь 6,1, но тоже вытянутый, 21 к 9. Можно я теперь слезу, пожалуйста? Значит, смотрите, основное отличие пятерки от единички заключается, в первую очередь, в дисплее. Здесь тоже HDR OLED матрица, но с чуть меньшим разрешением, 2520 по высоте, 1080 по ширине. Фактически это вытянутая Full HD, но это единственные смартфоны на рынке сейчас с соотношением сторон 21 к 9, с киношным соотношением сторон, посмотрите, они очень широкие. А вот с точки зрения дизайна, на самом деле, два брата-близнеца, но с минимальными отличиями, вы их прямо сейчас видите. У единички у нас камера ровно по центру, у пятерки она немножко съехала вбок, и что-то, что-то решение мне, в принципе, нравится. Выглядит здорово, очень приятный на ощупь смартфон, особенно вот именно пятерка, благодаря тому, что он действительно очень и очень компактный, ну и плюс цвет, я думаю, тоже играет. Жаль, что ни красного, ни белого у нас в России не будет. Самый, наверное, сильный аспект, что первый Xperia, что пятый, это массив камеры, здесь три штуки. Основная на 12 мегапикселей со светосилой 1.6, телефото с двойным увеличением тоже 12 мегапикселей на 2.4, и есть еще широкоугольная с фиксированным фокусом. Наверное, основными потерями при переезде в более компактный корпус стала меньшая диагональ экрана, меньше разрешения и меньший объем батареи. Здесь батарейка на 3140 мАч, и пока сложно сказать, на самом деле, это первое знакомство с телефоном, как он продержится в течение дня с батарейкой такого размера, потому что с первого взгляда пока что-то, ну вот, не впечатляет. 340 это не очень много. А в остальном имеем абсолютно то же, что было и во флагманской Xperia 1. Это 855 Snapdragon, 6 гигабайтов оперативной памяти и всякие топовые фишки типа соневского беспроводного кодека LDAC, который позволяет слушать музыку практически в лосле с битрейтом до мегабита. Это действительно очень круто, и это здесь имеется в избытке. Но самое главное, чем интересны новые Xperia, это возможности видеосъемки. Здесь есть специальное приложение Cinema Pro, которое позволяет снимать с абсолютно полностью ручными настройками. Можно настроить скорость затвора, ISO и прочие параметры важные при видеосъемке. И затем во встроенном же видеоредакторе собрать какое-то видео, снятое полностью на телефон. Вот такая колода у меня еще Xperia в руке. Это темно-синяя и вот это черная. Такие будут продаваться у нас в России, а вот белого и красного не будет. Ну, в общем-то, и такие тоже ничем. Синий, особенно классный. Вот такой у нас получается короткий первый взгляд на Xperia 5, который фактически является эдаким Xperia 1 Compact. Если бы Sony делала до сих пор компакты, именно так бы он и назывался, но тем не менее. Более компактный, симпатичный, с офигенным красным цветом, который, к сожалению, не будет пока доступен на российском рынке. Но тем не менее, классный, топовый, компактный и, что самое главное, не растерявший какой-то функциональности и характеристик по сравнению с Xperia 1 смартфон. Если вы смотрели Valen месяц на Android, когда он целый месяц реально ходил с различными Android смартфонами, там он хвалил Xperia 1. Она ему понравилась. Действительно, мимо меня, к сожалению, Xperia 1 как-то вот прошла, и я не успел ознакомиться с этим смартфоном. А Xperia 5, вы знаете, а мне нравится. А мне нравится в первую очередь тем, что она гораздо компактнее, вот в ладошку помещается без каких-либо проблем. Насколько удобно будет пользоваться дисплеем с отношением сторон 21 к 9, мне не очень понятно. Но, с другой стороны, здесь есть нормальная многоконная многозадачность, когда можно на дисплей вывести сразу два приложения. И здесь, конечно, смартфон с таким экраном будет определенно точно выигрывать. Ну, покажет время. А у меня, кажется, все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте свои большущие пальцы вверх. И до встречи с вами здесь, на YouTube. До свидания.